Всем привет! В сегодняшнем обзоре речь пойдет об отвертке. Аккумуляторной отвертки Bosch Go! Эта отвертка появилась в продаже сравнительно недавно, но уже успела она делать шумо, разделив аудиторию на два лагеря. Одним она нравится, а другим нет. Сегодня мы постараемся разобраться в плюсах и минусах этого инструмента, а в конце протестируем. Начнем с формальности. Напряжение 3,6 вольт. Емкость аккумулятора 1,5 ампер часа, литий-ионный. Максимальный крутящий момент 5 ньютон на метр. Тип патрона внутренний шестигранник. Максимальный диаметр шруха до 5 мм. Давайте перейдем к комплектации. Что же у нас здесь есть? Набор из 32 бит плюс бит-одержатель. Богатый набор на все случаи жизни. Конечно, на сколько хватит этих бит, я не знаю, но по крайней мере он есть и это уже хорошо. Зарядник с микро-USB. Плюс, безусловно, особенно если использовать отвертку вместе с пауэрбанком. Кстати, полностью разряженная отвертка будет готова к работе уже через полтора часа. Итак, что же представляет из себя эта отвертка? Длина 180 мм. Масса 280 г. В нашем случае чуть больше. Удобный прорезиненный корпус. Индикатор заряда батареи. Шестипозиционная регулировка крутящего момента. Она регулирует крутящий момент и автоматически останавливает отвертку. Трехпозиционный переключатель. Нет никаких лишних кнопок, которые можно нечаянно нажать в кармане и разрядить отвертку. Отвертка приводится в действие посредством подвижного шпинделя. Система Push and Go. Заворачивание или реверс происходит за счет нажатия на отвертку, выбрав нужный режим. И среднее положение это блокировка, то есть возможен ручной режим. На случай, если вдруг сядет зарядка в самый ответственный момент. Удобно? Думаю, да. Итак, начнем наш тест с муфты. Возьмем сороковые черные саморезы и протестируем момент затяжки на каждом делении. Ну что ж, теперь мы наглядно посмотрели, как работает электронная муфта. А теперь проверим эту отвертку на других саморезах. Возьмем 51, 70 и 90 мм. А теперь возьмем сороковые саморезы и посмотрим, какое максимальное количество Bosch Go сможет закрутить на одной зарядке. Поехали! Вот уже на этом этапе она достаточно тяжело крутит и сам корпус очень горячий. Раскален корпус. Но пока крутит, крутим дальше. Все. Ну что ж, мы сейчас увидели, как сработала на отвертке система защиты от перегрева и перегрузки. То есть, емкость у нас еще осталась, еще одно деление осталось, но отвертка очень сильно перегрелась, поэтому отключил. В принципе, в обычных условиях, конечно, вот так вот без остановки вряд ли кто-то вообще будет крутить. 72 самореза было закручено. Без перерыва. Ну, я думаю, это неплохой результат. Что же мы имеем в итоге? Это достаточно мощная отвертка с прорезийной рукояткой, интуитивным управлением и электронной муфтой. Зарядка от microUSB, конечно, тоже плюс. В целом, достойный инструмент. И из минусов. Регулировка момента находится под ладонью и во время работы можно сбить настройку. Еще сужение и удлинение рабочей части было бы удобно для электромонтажников. Ну и самый главный и жирный минус. Нет подсветки. Кстати, Бош заявляет, что эта отвертка мощнее в 4 раза своих аналогов в этом классе. Так что это отличный повод сделать большой тест на аккумуляторные отвертки. Поэтому подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Пишите в комментариях ваше предложение по поводу новых обзоров. А с вами мы увидимся в следующих видео.